Добрый день, в эфире Маховая 9. С вами Артем Гусев и Ангелина Габдрахманова. После долгих раздумий весна наконец пришла в Москву. Мы решили выбраться из студии и провести новый выпуск Маховая 9 здесь, в аптекарском огороде МГУ. Основанный в 1706 году Петром I, он является старейшим ботаническим садом России. Во владение же Московского университета он перешел только в 1805 году. Здесь студенты-медики, биологи обучались ботанике. И вот из года в год это место становится первым в Москве, где расцветают подснежники. Ботанический сад хранит множество не только редких растений, но и памятных. По легенде, при основании Петр I посадил здесь три хвойных дерева. Ель, пихту и лиственницу. Последняя из них жива до сих пор. Если вы еще сомневаетесь, загляните в инстаграм-аккаунт ботанического сада. Да-да, он существует. Более того, он стал самым популярным среди парков и огородов России. А более подробно об этом месте расскажет человек, который знает здесь каждый уголок. С нами директор аптекарского огорода Алексей Александрович Ритиюн. Здравствуйте, Алексей Александрович. Скажите, пожалуйста, какое место в аптекарском огороде обязательно должны посетить студенты? Знаете, это зависит от сезона. Например, если январь или февраль очень холодно, то особенно по саду гулять нечего. Надо сразу направляться в векторную оранжерею или в пальму или в рассадную, где проходят всякие выставки. Но вообще-то говоря, раз уж мы с вами тут встречаемся весной, то у нас пик весеннего фестиваля цветов. Он проходит 17-й раз. Очень легко считать. 17-й год, 17-й раз. Мы начали первый раз этот фестиваль в 2001 году. И сейчас самый пик цветения вот этих вот первоцветов, да, они, может быть, уже скоро отцветут, но им на смену придут более 100 тысяч тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов. То есть всего того, что мы посадили в прошлом году осенью в луковицах, для того, чтобы они нас радовали весной. У нас есть большая коллекция растений в оранжереях. И там круглый год, уже более двух веков царит лето. Там находится уникальная коллекция тропических растений, орхидей, коллекции суккулентов, то есть растений, засушенных мест обитания со всех областей земли. Мы гордимся тем, что это старейший ботанический сад России, как вы уже сказали. И делаем все возможное для того, чтобы он был информативным, ярким, интересным для всех посетителей. И наш инстаграм будет в течение каждых нескольких часов обновлять информацию о том, что же зацветает в ботаническом саду. И поэтому все его подписчики смогут увидеть и узнать актуальную информацию о том, что, когда нужно будет смотреть. Кстати, должен вас поправить. Инстаграм ботанического сада самый популярный среди всех достопримечательностей России. Он давно обошел по количеству подписчиков все, какие бы то ни было достопримечательностей России, во-первых. А во-вторых, он самый популярный среди всех ботанических садов мира. Мы давно обошли и Кью Роял Ботаникал Ганс в Лондоне, и ботанический сад Нью-Йорка, и ботанические сады Парижа, там Токио, Сиднея и всякие прочие. И мы очень рады, потому что ведет наш инстаграм наш пиар-директор Ольга Архипова. Она выпускник факультета журналистики Московского университета с красным дипломом. Скоро будет праздник Победы, 9 мая. Как проходил этот период тяжелый в нашей стране, проходил в ботаническом саду? Ну, ботанический сад, естественно, на тот момент переживал все тяготы войны наравне со всеми другими организациями и гражданами нашей страны. Выращивались растения просто для питания. Сад перешел на такой полувоенный режим. Ученые работали над проблемами, связанными с интенсификацией сельского хозяйства, потому что на тот момент были ужасные, понятные проблемы с продовольствием. И сад довольно тяжело пережил это время. Но, к счастью для нас, ни одна бомба не попала в оранжереи. И они продолжали отапливаться всю Вторую мировую войну, Великую Отечественную войну. И сильного ущерба именно в те годы в результате сад не получил. В отличие, например, от гражданской, Первой мировой топливного голода 20-х годов, когда все растения из всех оранжерей скучивались в одну единственную оранжерею, и причем это удавалось сделать за счет, например, разборки всех заборов, спилки всех сухих деревьев, то есть всего на свете. И вот тогда был нанесен часто критический урон растениям. Тем не менее, эта самая старая оранжерея отапливалась непрерывно более двух веков. В результате там сохранились даже растения, которые подарил граф Алексей Кирилл Шизумовский в знаменовании приобретения императорским тогда Московским университетом аптекарского огорода 1 апреля 1805 года. Война, конечно же, погибли сотрудники сада на фронтах, они были призваны многие, как и, знаете, студенты университета. И мы почтим их память специальными концертами, которые 9 мая пройдут здесь, в Ботаническом саду. И сейчас мы организуем регулярные встречи с ветеранами, все соседние рестораны устраивают бесплатные обеды для них. Вот, мы общаемся, мы дарим им всяческие там абонементы, бесплатные экскурсии. Понятно, что для них бесплатный вход в Ботанический сад всегда, но еще для них какие-то дополнительные программы придумываются. Спасибо большое, Алексей Александрович, было очень интересно. Столько информации, которые и нам не удалось найти. Это очень здорово. Восхищены садом. Спасибо вам. Давайте регулярно проводить передачи для факультета журналистики МГУ здесь, в аптекарском огороде, старейшем подразделении Московского университета. Мы только за. Спасибо. А теперь мы возвращаемся в студию, новости факультета расскажет Екатерина Винокуршина. Спасибо, ребята. Хорошие новости на этой неделе. Мелкого беса стала ждать совсем недолго. Премьера спектакля театральной студии «Табула Расса» состоится уже 19 мая. Действие развернется в двух плоскостях – на сцене и на экране. Первые тизеры уже можно посмотреть в их соцсетях. На этой неделе Дмитрий Губерниев вновь открыл двери школы спортивного комментатора. Телеведущий предлагает научиться не только мастерству спортивного комментария, но и другим профессиональным навыкам. А чуть раньше своими секретами поделился телеканал «Пятница». Его генеральный директор Николай Картозия рассказал на открытой встрече с студентами, как создать свой хит. А телеведущая Елена Летучая объяснила, что именно делает ее, ее программу «Ревизора» успешной. Я думаю, что успех этого шоу – одна из составляющих. Это как раз потому, что я ничего из себя не строю и ничего не выдумываю. Я такая, какая я есть. И поэтому в «Ревизоро» я показываю одну из грани себя. И я честна со зрителем, поэтому это важно и это сработало. На этом у меня все. Ангелина, Артем, вам слово. Спасибо, Катя. А мы находимся в Оранжерее, где проходит первая в России выставка «Гербер». Здесь под одной крышей собрано более 130 сортов этого растения с самыми разными названиями. Например, этот сорт называется «Давай потанцуем». А вообще свое название это растение получил от одного из директоров ботанического сада МГУ – Траугота Гербера. И, кстати, вы еще успеете посетить эту выставку. Она длится до 9 мая. И, конечно же, это место идеально подходит для продолжения серии наших специальных репортажей, «Ноев Ковчег». Сегодня речь пойдет о направлении растения. Слово «Полине Викулиной». Этот материал поступил в 95-м году. У нас не было просто технической возможности быстро это смонтировать. Мы сейчас занимаемся этой работой, потому что у нас появилась такая возможность. Спустя 20 лет. Это еще не так много. 95-й год – это считается достаточно свежей гербарей. Это старейшина в гербарии проекта «Ноев Ковчег». Сорвана в 1563 году. Постепенно разрушается бумага. Потихонечку выцветают чернила. Немножко разрушается клей, которым приклеены эти растения. С растениями ничего не становится. Но, несмотря на серьезный возраст растений, по одному листочку здесь могут узнать уровень загрязнения местности, где они росли. А по старому ДНК вполне реально воссоздать полный геном. Для этого и не только гербарий собрал уже 40 тысяч видов растений. Это десятая часть всех известных в мире. Большинство из них можно увидеть на сайте проекта. Соответственно, я на портале, который посвящен коллекциям растительного материала, захожу в расширенный поиск. И в расширенном поиске могу набрать номер данного гербарного образца. 5, 8, 6, 5, 3, 5. Перейти. Ну вот. И вот это же растение. С гербарного образца можно даже снять пыльцу. Но зачем вообще может потребоваться анализ пыльцы? В Москве мы ежедневно анализируем эти образцы воздуха и определяем, какая пыльца в воздухе летает. Соответственно, известно, какая пыльца вызывает аллергию. Эта информация ежедневно публикуется на сайте в открытом доступе. И эта информация доступна для пациентов и врачей, которая позволяет им как-то корректировать их терапию. По анализу пыльцы можно определить и качество меда, и даже место преступления. Еще одна такая практическая область применения – это различные криминалистические анализы. На основании пыльцевого спектра можно определить место, в котором происходило то или иное событие. А можно определить сезон, точнее время года. Другой блок направления растения – коллекция инвитро. Именно здесь искусственно разводят те растения, которые плохо размножаются вегетативным путем. К каждому росточку индивидуально подбирают среду – гормональные добавки, минеральный состав. И выращивают декоративные, лекарственные, исчезающие растения со всей России. Из хибин, с севера, смолка альпийская, вот в таком у нас виде тоже размножена была практически с одной, наверное, почки. Индивидуально растениям подбирают и комфортные климатические условия. Так, на гранд российского научного фонда проектом было закуплено новое дорогостоящее оборудование. Купили и дополнительные стеллажи, после чего удалось вместить все махообразные. В остальных шкафах по 6 тысяч папок с растениями. Их число постоянно растет. Гранд закончится уже через полтора года, но основные проблемы – банальная нехватка места и отсутствие дальнейшего финансирования – грозят остаться, как пыльца на гербарном образце. Мы перебрались в пальмовую оранжерею, название которой говорит само за себя. Растения здесь привезены из разных уголков мира, например, с островов Борнео и Вануату. И редкий вид орхидеи, который вы можете увидеть здесь, растет только там. А далее в эфире куратор акции «Бессмертный полк в МГУ» Анна Панина о том, как университет готовится к Дню Победы. И наш опрос, что этот праздник значит для москвичей и гостей столицы. Пальма – это символ триумфа и победы. Одна из самых главных побед человечества – это 9 мая 1945 года. Тот торжественный момент помнит сегодняшний гость нашей рубрики – мэтр Маховой. Передаем слово Ирине Великой в нашей студии. Привет, ребята! Замечательную вы себе выбрали локацию. А наш мэтр действительно был очевидцем многих событий. Но потом он и сам оставил след в истории. Сегодня в нашей рубрике – Руджеро Сергеевич Гелеревский. Когда началась война, Руджеро Сергеевичу было 12. Он слышал то самое объявление Левитана, видел панику осажденной Москвы, но о бомбежке вспоминает без страха. Было то, что пугало сильнее взрывов. Утром я в школу выходил, а в это время приезжала лошадка с таким большим длинным деревянным ящиком и из хирургического корпуса выносили голые тела погибших. Вот это я до сих пор, мне иногда снится. Это было страшно. Всю войну Руджеро Сергеевич жил при госпитале. Его усыновил известный врач, профессор Гелеревский. Но родился Руджеро Сергеевич в другой семье – итальянского аташе и русской балерины. Иностранное руководство их брак не одобрило. Мать на 17 лет посадили в ГУЛАГ, а отца выслали из страны. Больше Руджеро Сергеевич с ним не встречался. Как раз в этой самой аудитории, вот я там где-то сидел, и у кого-то была газета «Правда». И на первой странице было написано, «Сталин принял первую после войны итальянскую делегацию промышленников, которую возглавлял Этер-Майки. Так что он был здесь в 50-х годах. Но я уже носил другое имя. Мать, естественно, не числилась в списках. И поэтому, даже если он искал, то он вряд ли бы нашел. Новое имя не избавило от подозрений. Руджеро Сергеевич закончил филхак МГУ, знал несколько языков, но долгое время был без работы. Его не пускали за границу. А после первой поездки в ГДР сделали выговор за роман с немкой. И тут же еще один – за слабое воспитание кадров. Один из его сотрудников состоял в католической общине. 15 лет запрета на выезд, но, наконец, свобода. И командировка в Америку. И по полной. Я познакомился с Гарфилдом, был у него дома, жил у американского профессора. И вообще делал все, что в 91-м году еще и не было. В США он уехал уже известным ученым, одним из создателей теоретической информатики. У нас в стране создавалась государственная система научно-технической информации. В эту систему пришли инженеры. Но у них не было никакой опоры. Они нуждались в каких-то основах. Мы написали книгу «Основы информатики». Ее перевели на сотни языков. Роджеры Сергеевич читал лекции в разных частях света. Но даже став знатоком информационного поиска, он отыскал не все ответы. Конечно, я хотел бы, чтобы кто-нибудь свыше сказал мне, правильно ли я прожил свою жизнь. Я понимаю, что это стоило труда и силы. Все ли я реализовал? Все ли я сделал то, что я мог сделать? Но ведь в интернете такой информации не дают. Но там я не общаюсь. Так что это уже предстоит. По-видимому, на этот вопрос предстоит ответить другим. И уже после того, как об этом принято думать. Все-таки с мэтрами нам действительно повезло. Постараюсь и дальше это доказывать. Надеюсь, за праздники вы хорошо отдохнете и придумаете новые вопросы для Елены Леонидовны. У открытого микрофона будем ждать вас в среду на большом перерыве. С каждым годом тех, кто помнит военное время, становится все меньше. Именно память единственная, чем мы можем отблагодарить героев за нашу жизнь. Сегодня мы поговорим с Анной Паниной, студенткой исторического факультета МГУ, человеком, который ежегодно восстанавливает сведения об участниках войны, разыскивает тех, кто когда-то числился пропавшим без вести. Мы спросили у нее, что такое бессмертный полк в МГУ и почему это действительно важно. Инициативой в проведении этой акции на базе Московского университета выступила организация Студенческий союз МГУ. И в первый раз колонна МГУ прошлась. Нашествие бессмертный полк в прошлом году приняло участие достаточно много человек, около 200. Это были и студенты, и аспиранты. Сотрудники очень активно принимали в этом участие. Мы начали подготовку за несколько месяцев до этого. Нашей задачей было возродить память о наших героях в умах людей Московского университета и воплотить это все в уже существующие несколько лет акции «Бессмертный полк», влиться в нее, так как на самом деле до сих пор не все знают о ее существовании. А когда узнают, очень радуются, что они могут своего героя, благодаря которому они сейчас живут, занимаются тем, чем они хотят, они могут его еще раз показать миру и пройтись вместе с ним уже на самом шествии. Как вы связаны с организацией «Бессмертного полка» в Москве? Мы достаточно тесно с ними сотрудничаем в плане того, что на самом деле далеко не многие знают о том, что эта организация работает круглый год, а не только активизируется накануне 9 мая. У них очень много очень важных и интересных проектов. Люди обращаются к ним, и они с помощью архивов разных, интернет-ресурсов находят боевой путь героя, его награды, где он воевал, в каких боях участвовал, в какой дивизии служил. И наши волонтеры Студенческого союза МГУ помогают им в этом. А студенты наши как реагируют на эту акцию? Довольно положительно, конечно. Очень многие хотят присоединиться. И вот сейчас мы уже начали регистрацию на участие в акции в этом году. И у нас там есть графа, участвовали ли вы в прошлом году. И на самом деле очень много, кто еще не принимал участие в прошлом году, и они активно вливаются сейчас. А уже известно, где пройдет акция финальная именно на 9 мая? Да, да, уже известно и место, и время. В этом году, 9 мая, акция пройдет, как и в прошлом году, по Тверской улице. И можно будет присоединиться там от метро «Динамо». И наша колонна собирается на метро «Белорусское». Вот мы всех приглашаем в метро «Белорусское». Сейчас мы там будем всех ждать. И потом все дружно вольемся в общую колонну. И пойдем по Тверской до Красной площади. Спасибо большое, Анна. Я думаю, многие студенты после нашего интервью захотят принять участие. Действительно, ты много рассказала. Спасибо большое, что пришла. Спасибо вам. Спасибо большое. И тем более здесь все очень недалеко, все очень рядом. Надеюсь, что журфак тоже будет присутствовать. Да, мы всех приглашаем. На сегодня у нас все. С вами в аптекарском огороде МГУ были Ангелина Габдрахманова и Артем Гусев. В преддверии Дня Победы мы спросили москвичей, что для них значит этот праздник 72 года спустя. Спасибо, что провели этот праздничный выпуск с нами. И до новых встреч. Не Победы – это когда все собираются около памятников своих старых дедушек или бабушек, которые воевали. Если бы его не было, не знаю, что было бы сейчас вообще с Россией, с Москвой. 9 мая – это праздник моих предков, это праздник моей Родины. И он значит, прежде всего, гордый за свою страну. Величие нашей страны. Великолепная память о подвиге наших прадедов, дедов. Это огромная часть нашей жизни, нашего поколения во всяком случае. Очень большой праздник в нашей семье. 9 мая – это праздник, который нужно отмечать с великой честью. В бессмертный полк пойдем с родителями, как в прошлом году были, и в этом тоже пойдем. Обязательно на Парад Победы, обязательно потом отмечаем, обязательно с детьми. Поэтому 9 мая – это наш финальный праздник. Емкий очень праздник, он значит, как боль, горе, что наши деды сложили в своей жизни. И также гордость за то, что мы сейчас живем, благодаря им всем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова